Так, я начал разрабатывать новое направление в деревне С. Это уже другая, естественно, деревня С. И, в общем-то, на этой замечательной Руси, на этой замечательной дороге вот такая вот большая монетка. Сейчас я ее отмою и посмотрим, кто это. И это две копейки 1826 года в замечательном песчаном сохране. Я два дня искал новое направление и, наконец-то, наконец-то есть подтверждение новому направлению. Ха-ха-ха. Эх, роща широкая. Загнутые в хлам две копейки. Шестьдесят девятого года. За час я прошел всего лишь 200 метров по солнцу. И вторая находка за час. Вот такая вот древняя конина. Такой еще в коллекции у меня нету. Интересная штука. На баранку похоже. По солнцу еще час назад по второй полосе удастся, скорее всего, вернуться. А вот это, вот это точно уникальная штука. Я бы сказал, уникальная монета. Просматривается крест. Вот это да! Сейчас я попробую протереть. В общем, это точно, как говорится, зачет. 1863, кажется. А вот что это такое, я пока не готов ответить. Вот это да! Вот это монетка! Ага! Вот это дорожка! Давненько я тебя искал! Интересный факт. В том направлении находки были, в обратном ни одной. Это второй мой поход второго направления. После, так сказать, вечерней вылазки, попытки найти правильную дорогу. И, наконец-то, подтверждение следующего направления. Так как ответвлений всегда очень много сельских. Вот удалось найти вот такую вот медную, медную штуку, похожую на сову. Вот. Что это такое, пока что я не знаю. Возможно, очередная разновидность конинки. Возможно. Но пока что на этом все. Посмотрим, что будет дальше попадаться. Это просто удивительно. Попинал я, попинал я вещь. Думал, фольга по сигналу. А это оказалась не фольга. Это оказалась часть какого-то украшения. Вот по поводу амплитуды. Ну, вылитая фольга. А оказалась не фольга. Вот так номер. Да, просматриваются какие-то узоры. Но после отмывки будет ясно, что это. Но то, что зелененькое и старенькое, это точно. Значит, верным путем иду. Ну, точно комплекс растерян. Потому что Динатин третий предмет. Зелененький и медненький. Точно комплекс какого-то украшения. И придется теперь Все фольговые сигналы выкапывать. Такое очень редко, но бывает. Идешь, идешь. Просто смотришь. Лежит предмет. Вот так номер. Если не ошибаюсь, это чистить уши. Если не ошибаюсь. Профессионалы, конечно, могут меня поправить. Но, однако, вот так вот прямо В открытую, без лопатки Увидеть предмет Потрясающе. Честно говоря, ни разу мне такой вещицы не попадалось. Это первое. И снова мне попалась пробка. Откинув ногой землю. Вот реально, ногой просто откинув. Точнее, песок. Бабац, одна копейка лежит. И точно такая же амплитуда. Вот пробка, и все. А еще больше меня смутило то, что рядом лежала настоящая пробка. Думаю, ну, наверное, алкаши. Вот так ничего себе, алкаши. Ух ты. Ну, это мы подрихтуем. Даже мыть не надо. Просто потрясающе. 1903 год. Копейка. Интересный факт. Иду я справа налево. Сейчас возвращаюсь к машине, чтобы скомпенсировать расстояние. И уже вот, грубо говоря, левую полосу прочесываю. Всего лишь монета. И вот еще одна медяха поблизости найденных, так сказать, по всей вероятности, украшений. Но ничего из себя не представляющее. Оставим копателем. Шагу не сделал от найденной находки. И прямо вот зелененькое-зелененькое чего-то. Остатки разорванных украшений. Вот здесь вот два предмета на левой стороне и частичка крестика. Жаль, что частичка. Здесь бы он сохранился бы просто, можно сказать, идеально. Прям в отвале лежал. Еще одна частичка комплекса на обратном пути по левой стороне. И, по-моему, даже посеребренная. Интересно. Вот так вот. Но, признаться, на правой стороне больше было. Итак, что получилось? На одном квадрате было найдено сова, щит и еще один щит. Предыдущий был посеребренный, этот вот в обычном состоянии. Видимо, серебро слетело. Вот такую яму мне пришлось выкопать на этом же месте, где найдены четыре предмета. и вот он пятый. И вот он пятый. На что же это похоже непонятно, но уже не сова. Ладно, потом отмоем, посмотрим. рассыпалось здесь украшение. Уже начал было засыпать яму и в откинутом грунте обнаружил осколочек комплекса. Возьму и посмотрю вдруг от моего. Следующие два часа и 700 метров в этом направлении не дали никакого результата. А это сильно молодая дорога. Но тоже 500 метров ничего не дали. Вот так вот. Будем искать. Скорее всего ее запахали или перепахали. Субтитры создавал DimaTorzok